Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И снова я пропала, конечно, ненадолго, на недельку, но так случилось, понимаете? Бывает такое, что обстоятельства бегут впереди нас, и у моего мужа внезапно образовалась достаточно серьезная травма колена. Кто знает, кто не знает, он спортсмен, да, и вот так получилось, что появились проблемы с мениском, которые надо было очень срочно прооперировать, и вот мы наконец-то его на этой неделе прооперировали. Естественно, я выпала из графика съемок, но я возвращаюсь, может быть, не с таким количеством видео, да, в неделю, как было. Немножечко дайте мне времени в это войти, но я обязательно, конечно, в это войду и буду снимать, как и снимала. С каким видео я как-то сегодня возвращаюсь, да? Сегодня я отвечу на 10 популярных вопросов о Польше, которые мне постоянно задают. Я их иногда отметаю, иногда отвечаю, но, в общем, я решила, что пора их, значит, объединить в одно видео, потому что вопросы многим могут показаться странными, да, многим могут показаться вполне, знаете, такими нормальными, поэтому давайте сегодня поговорим. Вопросы совершенно простые, как мне кажется, но я думаю, вам будет интересно. Итак, первый и самый популярный вопрос, который мне задают о Польше, это куда идти, когда ты приехал в Польшу? Вы знаете, вот это вот вопрос просто, который выбивает меня постоянно из колеи, то есть имеется в виду, что вот ты приехал на автобусе, да, когда ты ни с кем не договариваешься, ни о какой работе, ни о чем. Вот ты приехал, вышел из автобуса или там, ну, зачастую чаще всего идут в автобусе, да, ну, или там из самолета вышел. И вот что тебе делать, куда тебе идти, какие твои первые шаги? В общем, ребят, конечно, мне сложно представить такую ситуацию, что вы приезжаете, если вы там на работу, но если вы туристом, конечно, да, если вы на работу, то я вообще не знаю, как можно так приехать вот в никуда. Но если вы все-таки, знаете, вот шарахнуло вас в голову, тем более сейчас у нас доступен безвиз, поэтому вы можете поехать в любой момент, вы приезжаете в Польшу, что нужно делать в первые вот эти минуты, когда вы в Польше? Вот, первое, что я рекомендую сделать, когда вы приезжаете, да, в любую страну, чужую, да, там, не важно, это будет Польша, Германия, там, я не знаю, все что угодно, но, ребят, первое, что вы должны сделать, это купить телефонную карточку. Это, ну, понимаете, это ваша связь, это на всякий случай, всякое может быть, да, это обязательно купите карточку любого оператора. А вот, купить карточку. Дальше вы должны определиться, где вы будете ночевать, что вы будете кушать. То есть, это первое, что вы должны позаботиться в первую очередь о своем комфорте, о том, чтобы не остаться ночью на улице, потому что это, конечно, будет весьма печально, несмотря в какое время года вы приехали. Вот, ну, первое, первое, вот, если вопрос о том, что нужно сделать, первое, первое, что вы должны сделать, когда вы сойдете с автобуса, вы должны купить карточку в телефон, обязательно. А вот куда идти, это уже, знаете, это уже такой вопрос интересный, смотря зачем вы приехали в Польшу, да. Если вы приехали насчет работы, то я уже, да, сказала, вначале определяемся с тем, как мы будем жить и что мы будем кушать, а потом мы уже идем в агентство по трудоустройству, да, и если вы будете работать без визу, если, конечно, будете работать по визе, то, ну, как бы, тогда едьте домой, потому что визу в Польше вам не откроют, это надо делать у себя дома. Вот, ну, первое, что да, то, что вы хотели от меня услышать, первое, мы покупаем карточку, заботимся о себе и идем в агентство по трудоустройству. Следующий вопрос, где можно быстро и недорого перекусить в Польше, да. Ну, слушайте, в Польше достаточно много всяких мини-кафе, мини-таких пекарен, кофе продают, как у нас, да, вот эти лоточки. То есть, в принципе, там, ну, обычные для Польши цены, то есть это будет 4-5-6 злотых будет стоить. Кофе, по-моему, кстати, на вокзале 4 злотых или 5 злотых, ну, в общем, что-то в том районе стоит. Вот, тут вопрос в том, что если вы ищете подешевле, то, конечно, на вокзале дешевле вы не найдете. Все вокзалы, аэропорты, там все это очень дорого, поэтому за этим придется ехать куда-то в другое место, даже в центре, поверьте мне, в центре города это будет дешевле, чем на вокзале. Вот, если вам уж очень хочется кушать, да, и нет времени, хочется вот сейчас и все сразу, то, конечно, я рекомендую пойти в Бургер Кинг, ну, допростят меня ппшники, но, ребят, если очень хочется, и вы очень голодные, то Бургер Кинг в любом случае дешевле, чем Макдональдс. Я вам сразу говорю, Макдональдс очень дорогой в Польше, нереально дорогой, просто какой-то ужас. То есть я, мы зашли, когда ехали в Польшу, мы в Кракове зашли в Макдональдс на жиле вокзале, вот, и мы взяли по маленькому такому бургеру, я не помню, какой бургер, у них там немножко другие, в общем, бургеры не такие, как у нас, не помню, как они брали, в общем, два бургера и кофе. Потому что, чтобы вы понимали, два бургера и кофе нам обошлось в 23 злотых на секундочку, чтобы вы вообще уровень понимали, очень дорогой Макдональдс, поэтому Бургер Кинг гораздо дешевле, так что, если вы будете искать фастфуд, быстро покушать, то лучше идите в Бургер Кинг. Следующий часто задаваемый вопрос, на чем передвигаться дешевле в Польше. Смотрите, в принципе, в принципе, проезд вообще очень дорогой, прям, чтобы дешевле, чтобы вы сэкономили какие-то огромные деньги, так не будет. Но, я рекомендую, как делать. Если вы понимаете, что одним видом транспорта вы не доезжаете, либо вам надо куда-то доехать, а потом вернуться, берите вот эти билеты, которые часовые, да, которые там на сколько-то поездок. Или вообще изначально, если вы понимаете, что вы остаетесь в этом городе, изначально проще и дешевле купить карту, да, ну, как у нас в Е-Тикет, да, кто живет в Украине, да, вот пропикивает. Такая же карточка есть и в Польше. Она изначально обойдется немалая, я не знаю, сколько она стоит, ну, где-то, наверное, злотых 30 точно стоит, 30-40. Как я не знаю, поправьте меня, я не покупала, но мне рассказывали, что это достаточно дешево обходится, ну, в сравнении с ценами, если покупать вот отдельные билетики, то дешевле купить карту. Поэтому я рекомендую купить карту. А стоимость проезда там фактически одинакова, что в трамвае, что в автобусе. Единственное, дороже получается электричка. Да, ну, типа электричка, я не знаю, да, это электричка, наверное, будем так говорить. Электричка получается, исходя из количества приеханных вами остановок. Вот. Но вот этот городской транспорт, он, в принципе, в одной и той же цене. То есть купите тикет этот, типа ей тикет, да, такую вот пикалку, и будет вам счастье, будет вам одинаковая цена проезда, что там, что там. Поэтому сказать, чем дешевле, я вам точно не скажу. Следующий вопрос, он очень важный. Куда обращаться, если вам срочно нужна медицинская помощь? Ребят, я об этом никогда не говорила, по-моему, в своих видео. И сейчас, наверное, это нужно обязательно сказать. Первое. Не пренебрегайте страховкой. Я вас очень прошу, не покупайте страховку за 300 гривен, за 400 гривен. Это все фигня, ребят, правда. Это страховка, которую можно выбросить сразу при пересечении границы. Она фактически просто подтвердит, что у вас есть какая-то страховка, и вас кто-то там застраховал. На самом деле, это все фигня. Это не работает в Польше. Это не работает нигде вообще, чтобы вы понимали. Это чисто фикция для пересечения границы. Если вы едете как турист, если вы не собираетесь устраиваться на работу, оформите страховку, которая стоит там порядка, по-моему, полутора тысячи. Она стоит, это дорого, гривен, я имею в виду, да. Это достаточно дорого. Но, ребята, поверьте мне, что лучше оформить вот это, перестраховаться, потому что так действительно вам окажут какую-то помощь в случае чего. Потому что не забывайте, что вы находитесь в чужой стране. И пойти без знания языка, без их страховки вам, по сути дела, некуда. Потому что вам везде, если у вас нет страховки польской, вам везде имеют право отказать в получении медицинской помощи. Поэтому, нет, ну, скажем так, если у вас уже, конечно, будут совсем критические случаи, я уверена, что вам помогут, но не пренебрегайте хорошей страховкой. Если вы едете по работе, да, вам обязательно фирма должна предоставить страхование. Также обязательно об этом узнавайте, потому что случаи бывают всякие. И я помню, когда нам проводили инструктаж на заводе, нам рассказывали, что там, ну, слушайте внимательно, что мы вам рассказываем, потому что это очень важно. У нас были вот такие случаи, там кому-то отрубило палец, кому-то там еще что-то. В общем, ребят, случаи действительно бывают всякие. Если вы едете на работу, поверьте мне, что страховка – это дело такое. Потому что если это заводы, ребят, реально бывает всякое. Мы все с вами люди. И, ну, лучше позаботиться о своем здоровье, позаботиться о своем будущем. Вот, если вы туристы, то, повторяюсь, вот, хорошую-хорошую страховку. На всякий случай, знаете, я вообще склонна к тому, что, знаете, лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому, да, страховка, страховка – это наше все. Следующий вопрос, что нельзя везти с собой в Польшу. Я расскажу вам такой, знаете, случай. Мы ехали, когда в Польшу со мной в автобусе ехали ребята, они студенты из Украины, из Львова, мне кажется. Вот, и они ехали с нами, и такой мальчик, знаете, пухленький, и три девочки. И их посадили родителям, провожали, куча сумок, их, в общем, отправили в Польшу. Ну, типа, как, я не знаю, на отдых, там, на экскурсию. И дали с собой колбасу, целую такую качалку. Дали с собой сыр, дали с собой там еще что-то, еще что-то, в общем-то, были целые сумки. И мы подъехали к таможне. Нашу мы прошли без проблем. Подъезжаем мы к польской таможне, а страж граничный говорит нам, что все, что у вас есть из продуктов, вы сейчас должны выбросить. Слышите, какой был ужас на лице этого пухленького мальчика, который взял с собой, наверное, все, что можно было взять, и все, что давали родители, он все-все-все брал и ни от чего не отказывался. И какой же был его ужас, когда ему сказали, что сейчас это все нужно выбросить. И вот вы можете себе представить, что все, что связано с продуктами, в Польшу ввозить нельзя, это все нужно выбросить. Мы выбросили, нам подарили пляцок, это как, ну, я не знаю, как пирог, типа такой пирог, наверное, да, ну, я просто не знаю, как это объяснить, да, это такой пирог яблочный, в общем. Мы тоже его выбросили, потому что его в Польше тоже ввозить нельзя. В общем, что нельзя ввозить, ребята, это такое предусловие. Продукты ввозить нельзя вообще. То есть забудьте о том, что вы можете ввезти туда продукты. Не рискуйте, там есть определенный набор, который ввозить можно. В общем, даже бутерброды, если у вас есть, вы должны съесть до таможни. Это все нельзя ввозить. Сало нельзя ввозить, наши люди уже, знаете, прут. Сигареты, две пачки, одна начата, а вторая нет. Это если вы едете автобусом. Если вы летите самолетом, по-моему, блок можно ввозить сигарет. Вот. Из такого больше, ну, я думаю, что вы просто больше ничего не повезете. Эти вещи можно, вот именно продукты, сигареты, спиртное, одна бутылка, литр или... То есть такого, чтобы там какой-то конкретный запрет нет. В общем, еду, ребят, все, что вы с тобой везете из еды, съедайте до таможни. Потому что вам все равно придется там пойти выкинуть, там есть специальные баки, в которые это все выкидывается. Естественно, в самолет, ну, вы с собой это не попрете. Поэтому я говорю по поводу автобуса. Следующий вопрос по поводу дешевого ночлега. Часто спрашивают, где можно дешево переночевать. Уф, ребят, ну, дешево переночевать где? У меня было видео по поводу аренды жилья в Польше. Я оставляла ссылочки на сайты по поиску жилья. Так вот там тоже можно попробовать. Я знаю, что там есть такие объявления по поводу сдачи жилья там на сутки и так далее и тому подобное. Там есть достаточно выгодные предложения. Я считаю, что дешевле будет снять так, чем, конечно, ночевать. Можно, конечно, переночевать в хостеле. Но чтобы это был дешевый хостел, да, какой-то там не очень дорогой, это где-то будет с вами в комнате человек пять. Если вы хорошо себя чувствуете в компании такого количества людей, окей. Я не могу в таком спаде, да. Поэтому я считаю, что сопоставимо с ценой будет снять маленькую какую-нибудь комнатку, да, там, если вы не один. Вообще замечательно. На сутки есть полно таких предложений. Я оставлю, наверное, ссылку на эти сайты и под этим видео, чтобы вы ознакомились. Если вам нужно найти, обязательно нашли. Еще один часто задаваемый вопрос. Где купить обратный билет? Слушайте, ребят, это вообще, этот, по-моему, вопрос побил все рекорды, какие только можно было побить по вопросам ко мне. Где покупать обратный билет? Если вы едете автобусом, вы приезжаете в дворец автобусовый, то есть на автовокзал. Там есть отдельные кассы, да, не кассы, которые по Польше. Есть отдельные кассы, международные. И на некоторых вокзалах есть кассы специально для украинцев. Там написано на украинском языке или на русском. Ну, чаще на украинском там написано, что здесь покупают билеты в Украину. Вот и все. Вы подходите и покупаете. Следующий часто задаваемый вопрос. Сколько брать с собой денег? Ребят, я всегда от этого вопроса отвечаю очень односложно, потому что у каждого свои финансовые возможности рассказать вам, сколько нужно брать с собой денег. Ну, вы же тоже поймите, я не в состоянии, поэтому, если так говорю, чем больше, тем лучше. Да, берем все наши запасики, потому что они нам обязательно пригодятся. Вот, если вы едете работать, если вы едете туристом, чем больше, тем лучше, да. Это очень, по-моему, простой и правильный ответ на этот вопрос. Следующий вопрос, да, где быстро найти работу? Это девятый вопрос. Где быстро найти работу? Да, если вы приехали в Польшу по безвизу, решили поработать, где быстро найти работу? Быстро найти работу можно, а, да, первое, в агентствах по трудоустройству, их полно в Польше, типа Ранштадта, типа там всяких вот таких вот, я не помню, как они называются, но, в общем, я вам одно сказала, Ранштадт, это очень крупное агентство по трудоустройству, можете туда обратиться. Мы работали через Ранштадт, в принципе, остались довольны. Если хотите, я сниму на эту тему видео по поводу Ранштадта. Вот, где еще можно? Еще говорят, что есть центр помощи, типа как центр помощи беженцам, грубо говоря, центр по трудоустройству именно, да. Туда тоже можно пойти, многие наши ходили, и я знаю, что их там трудоустраивали, вы туда несете, если у вас там есть диплом, или что у вас там с собой есть, или просто говорите, кем вы хотите работать, и вам там тоже помогают. Это в случае, если нужно идти быстро, но я считаю, что даже туда не стоит ходить, потому что агентств по трудоустройству достаточно много в Польше, и вы, я думаю, вообще без труда найдете себе работу, если вот вам срочно нужно, и вы, знаете, не ищете что-то там заоблачного, а вы готовы вот там сегодня пойти там помыть полы или там помыть посуду, если вот такого плана ее вот так такой работают. Ну и следующий, последний, десятый вопрос. Что делать, если просрочил выезд? Вот этот вопрос достаточно сложный. Что делать, ребят? Первое, что делать, это, конечно же, выезжать, потому что чем дольше вы находитесь на территории Польши нелегально, потому что если вы просрочили выезд, вы уже де-факто, да, нелегал, сразу выезжать вас, естественно, снимут с автобуса, однозначно, если вы едете автобусом, вас снимут, вы заплатите штраф достаточно большой, чтобы вы были к этому готовы, вы заплатите штраф, и вас посадят в следующий автобус, но посадят с тем, что вам будет на определенное время запрещен въезд на территорию Польши, а то и Евросоюза, смотря на сколько вы просрочили. Если вы летите самолетом, здесь я вам не скажу, поэтому буду благодарна подписчикам, которые вот знают что-то по этому поводу. Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Я не летала самолетом и не знаю, как проходит этот процесс, если вы летите самолетом. Если вы едете автобусом, все просто сняли, заплатили, вас посадили на следующий автобус, вы поехали домой, но, правда, с печатью они въездят на определенное время. В общем, как-то так, все достаточно просто, все достаточно быстро, да. В общем, ребят, вот таким было сегодня видео. Если у вас есть какие-то интересные вопросы, задавайте, буду тоже стараться снимать такого рода видео. Спасибо, что посмотрели, не забудьте поставить лайк, подписаться. Всем самого хорошего, всем самого доброго и пока-пока!